Привет, друзья! Я часто слышу, как люди жалуются, что у них нет возможности на поездку за границу, чтобы учить и практиковать язык. Вот, мол, если бы сейчас они были в Германии, или в Швейцарии, или в Австрии, то вот все пошло совершенно по другому пути. Ну, это, наверное, отчасти правда, но живя в ненемецкоязычной стране, все-таки как-то выкручиваться можно. Как же все-таки быть, чтобы немецкий стал частью нашей жизни? Всех окружающих общаться с нами на немецком мы, конечно же, не заставим, но кое-что все-таки сделать можно. Сегодня я расскажу о привычках, которые можно внести в свою повседневную жизнь, и не только для того, чтобы поддерживать наш уровень языка, но и двигаться дальше. Что же, не будем затягивать. Поехали! Начнем, пожалуй, с того, что наше утро начинается явно не с кофе, а со скроллинга ленты в инстаграме. Ведь это уже вошло в привычку, причем не самую полезную. Пока вы нежитесь утром в кровати или ставите ленту, ваш немецкий где-то стоит на полочке и пылится. Ну, а чтобы этого не происходило, можно заменить инстул на полезное приложение. Ну, к примеру, наш незаменимый Deutsche Welle. Можно скачать на телефон и выполнять упражнения, тем самым пополняя лексику. Выбрать при этом можно, в принципе, абсолютно любой уровень и любую тему, которая вам по душе. Еще одно приложение, которое поможет вам с немецким, это Deutsch Perfect. Его можно также скачать абсолютно бесплатно, но если вы хотите получить полные статьи, то за это уже нужно будет кое-что заплатить. Но я считаю, что, в принципе, оно того стоит. И здесь можно найти статьи на темы от повседневной жизни до политики. Но они написаны, в принципе, таким языком, что даже какой-то там ликбез по поводу того, как устроен бундесрад, будет казаться не прям чем-то таким уж ужасным. Deutsch Perfect, кстати, выпускается еще и в бумажном виде. И пробную версию можно заказать всего лишь за 1 евро, если вы находитесь в Европе. Ну, а если вы из России, Украины или Беларуси, ну, или же вам просто жалко платить за какой-то там журнал, то вы можете вбить в поисковике ВКонтакте, например, Deutsch Perfect и найти почти любой номер журнала. Это, конечно же, пиратство, но на что не пойдешь ради немецкого. Так, и о чем я там еще хотел сказать? Точно. Есть такое приложение, которое называется Uncommon. Оно, в принципе, создано для мигрантов и беженцев, для того, чтобы подготовить их к жизни в Германии. Но на самом деле там не только описывается то, что такое Германия и как живут там люди, но также оно создано для того, чтобы люди немного тренировали язык. Так что советую загрузить и посмотреть, чем можете себя там занять. В общем, арсенал для времяпровождения достаточно большой. Ну, а если все эти приложения все-таки не для вас и вам хотелось бы просто спокойно подскролить Инстаграм, то подпишитесь хотя бы на пару немецкоязычных профилей. Можно найти каких-то блогеров или подписаться на страницы газет и журналов. Мне на ум приходят Funk, CDF Heute, CDF Info, DW Deutsch Lernen, ну и, конечно же, мой Deutsch mit Jeho. Я хоть и пишу на русском, зато о немецком. И обещаю, вы точно узнаете что-то новое, если будете меня читать. В общем, выбирайте то, что вам нравится и постарайтесь приложить максимальные усилия для того, чтобы это вошло реально в привычку и приносило удовольствие, а не было вам в тягость. Двигаемся к следующему пункту. План дня на немецком языке. Явно многие из вас ведут ежедневник или делают to-do список. А вот почему не сделать бы это на немецком? Найдите любое удобное для вас приложение и пишите туда свои дела. Ну или по старинке писать все бумажный ежедневник. Также хорошей идеей будет начать вести просто дневник. Это, в принципе, хорошая затея, даже на русском. Но, чтобы польза была двойной, все-таки лучше писать на немецком. Просто пишите в конце дня, как он прошел, и старайтесь использовать при этом новые слова и фразы, которые вам удалось выучить. И со временем вы заметите, что уже то, что казалось раньше чем-то сложным, сейчас-то просто киндершпиль. Более того, даже тот же инстаграм можно вести на немецком. Ведь вам точно захочется написать что-то без ошибок, и тогда вы начнете заморачиваться насчет граммазики, подбора слов и всего такого. Возможно, некоторые из вас сейчас подумали, да нет, что-то фигня какая-то, для фанатиков все это. Мне тут надо просто B1 выучить, сдать экзамен, да и все, там уже дальше как-то оно само по себе пойдет. Друзья, я вас немного расстрою. Если вы хотите получить действительно нормальный результат, а не колебаться на одном месте из года в год, то берите себя в руки и окружайте себя немецким языком. Не надейтесь, что через год, два или десять, что-то придет к вам сам по себе. Если язык вам реально нужен, то никто и ничто не сможет вам так помочь, как вы сами. Покуда вы не сделаете немецкий частью своего нормального лайфстайла, вы никогда не сможете владеть им хоть на каком-то адекватном уровне. Так что давайте ноги в руки и поехали писать хоть что-то на немецком. Ведь von nichts kommt nichts. Правда? Ладно, хватит мотивационных речей, поехали дальше. Еще одна существенная наша с вами проблема – это отсутствие разговорной практики. Чтобы тренировать этот навык, нужно... Не поверите, говорить каждый день даже пять минут. Это уже хорошо. Понятно, что собеседник для разговорной практики есть не у каждого. Но, во-первых, постарайтесь его найти. Сейчас, благо, есть масса приложений, типа HelloTalk, или Tandem, или еще куча всяких, где можно искать собеседников для обмена языком. Но, во-вторых, не стесняйтесь говорить хотя бы сами с собой. Начните с того, что хотя бы проговаривайте те действия, которые вы выполняете. Ну, например, ждете, пока закипит чайник. Черт там время терять понапрасну. Возьмите и поговорите сами собой. Вспомните, что делали сегодня и какие планы на остаток дня. Очень важно тренировать изложение своих мыслей. Потому что, когда вы говорите, вы мыслите сейчас. Вы не говорите какими-то звучными фразами. Поэтому делайте это, пожалуйста. А то бывают такие случаи. Я выучил уже 2000 слов по методу Николя Глинамесова. И всю грамматику. А говорить все еще не могу. Что же можно ответить в таком случае, кроме как... Нет-нет, 2000 слов это довольно много. Этого достаточно. Но без практики вы не сможете связать и двух слов. Поэтому sprechen, sprechen и еще раз sprechen. Ведь Übung Ахтенмайстер. Следующая занимательная привычка, про которую я хотел бы поговорить, это искать информацию на немецком. То есть то, что вы обычно гуглите на русском, просто попробуйте загуглить на немецком. Даже разок в день принесет пользу. Ну вот, к примеру, хотите вы что-то приготовить. Попробуйте поискать рецепт на немецком. Первоначально, возможно, это покажется сложным. Но со временем вы заметите, как все становится понятнее и даже увлекательнее. Главное быть последовательным. Если вы уже начали гуглить рецепт на немецком, то не останавливайтесь на одном. И тогда всякие слова, связанные с готовкой, которые обычно встречаются в рецептах, отложатся у вас в памяти раз навсегда. Типа там, шнайден, резать, тетоп в кастрюле, шейлен чистить и все в таком духе. В общем, друзья, как только у вас возник какой-то вопрос, попробуйте загуглить его на немецком. Вот только симптомы болезни искать не нужно. На русском, в принципе, тоже. Двигаемся дальше. Мобильный телефон, компьютер, планшет, смарт-часы. Это все наша рутина, с которой мы сталкиваемся ежедневно. Почему бы не сменить эту рутину на немецкий язык? Я к тому, что если ваши девайсы еще стоят на русском, то сейчас же меняете язык. Уверен, что вы и так, в принципе, ориентируетесь в своих гаджетах вслепую, так что прям слишком вы себе жизнь не усложните. А вот новую лексику очень даже прибавите. Ну, где вы еще выучите эти слова, как не в телефоне? Короче, меняйте язык прямо сейчас. Переходим к следующему пункту. Уверен, что среди ваших друзей или родных наверняка найдутся те, кто тоже изучает немецкий. Предложите им объединиться. Я очень часто вижу людей, у которых в окружении все вокруг учат немецкий, а они сами остаются такими болками-одиночками. Особенно меня поражают пары, которым язык нужен для одинаковых целей. Но они почему-то решили разделиться, и каждый учит язык сам по себе. Как по мне, это весьма глупая затея, ведь вы сами решаете себя возможностей дополнительно внедрить немецкий в свою жизнь. Создайте специальный чат, где будете делиться новыми словами, какими-то табличками или интересными видео. Пытайтесь хоть изредка пообщаться друг с другом. Пишите сообщения друг другу на дойче. Ведь вместе все же веселее. И не надо переживать по поводу того, что, мол, вы оба знаете язык плохо, поэтому будете друг с другом общаться с кучей ошибок, и никто вас не поправит. И вот вы так до конца дней будете общаться, как елочка-людоедка. Не учите меня жить. Ерунда все это. Понятно, что идеально построенных предложений в разговоре между двумя людьми на уровне А1-А2 не получится. Но на этих уровнях это не является главным. Главное, чтобы вы общались и хоть в каком-то виде могли выразить свою мысль. Если вы учите немецкий вместе с супругом или супругой, то обязательно старайтесь говорить каждый день хотя бы по 10 минут друг с другом. Рассказывайте, как прошел ваш день. Рассказывайте, что вы сегодня выучили. Устраивайте небольшие ролевые игры. Я не про тех, хотя это, конечно, ваше дело. Можете взять экзаменационные материалы, всяких там А2 или Б1, и разыгрывать диалоги. В общем, максимально используйте возможность попрактиковать язык с другим живым человеком. Мой следующий пункт относится к пониманию речи на слух. Я знаю, что для многих из вас это прямо pain. Почти от каждого своего ученика я хоть раз слышал жалобу на то, что вот вроде когда читаешь, ну, вроде как все понятно, а вот когда слышишь, то вообще хавайся. Ни черта не понятно. И все ждут какого-то магического совета, что вот для того, чтобы свободно понимать немецкий на слух, нужно всего лишь раз в день... Нет, друзья. Конечно, никаких абр-кадабр не существует. Например, если вы знаете принцип деления в столбик, но вам все равно сложно подается, то вряд ли ваш учитель математики будет бегать вокруг вас с танцами с бубном, пытаясь как-то снять это проклятие. Скорее всего, он вам просто даст такое количество примеров, чтобы этот навык оточился у вас до автоматизма. Вот здесь абсолютно такая же история. Если плохо понимаете, нужно больше слушать и пытаться понять. Смотрите телепередачи, фильмы, сериалы, ютуб и все остальное, что только вашей душе угодно на немецком. Но только не стоит забывать об уровнях. Начинайте с малого. Сперва слушайте адаптированные аудиокнижки. Затем начинайте смотреть какой-то там Никос Век на ютубе. Затем переключайтесь на другие фильмы для изучающих язык. Затем смотрите короткие ролики от какого-то Галилео Галилей. Потом видеоблоги на немецком. И вот так постепенно вы дойдете и до фильмов, и до сериалов, и до, в общем, чего угодно. В общем, просто старайтесь выбирать то, что вам по силам, чтобы не разочароваться и не забросить немецкий чертем. Про то, где искать аудиокниги, я уже рассказывал тысячу раз. Lelang.ru, если вдруг кто-то забыл. Про фильмы и про ютуб у меня также уже была подборка, так что если вы ее пропустили, то кликните вот тут. Вообще, до просторах ютуба и интернета в целом, можно найти все, что пожелаете. Было бы желание и мотивация. И, конечно же, не забываем про подкасты, которые можно слушать абсолютно везде, где бы мы ни находились. Многие бесплатные подкасты можно найти на сайте podcast.de. Я о нем, кстати, тоже рассказывал, по-моему, в том ролике. И последняя привычка, которая должна присутствовать в жизни каждого, это новости. И желательно на немецком языке. Все мы хотим быть в курсе событий и знать, что происходит в мире. И я хочу снова вернуться к Deutsche Welle, где вы найдете все мировые новости. Если вас заинтересовало какое-то событие, но с первого раза вы что-то не поняли, попробуйте прочесть еще раз со словарем. На крайний случай закиньте целое предложение в Google, Translate или Dipple, если дела прям совсем плохи. Или вот еще на сайте, можно найти некоторые новости даже с аудио и разбором лексики. Но обновлений там не так много, как на Deutsche Welle. Но в любом случае это все полезно. Я рекомендую регулярно просматривать эти два сайта и хотя бы пару раз в неделю читать что-то новое на немецком. Но если ваш уровень уже B2 и выше, то тут мест для разгула фантазии не сосчитать. Берите любое немецкоязычное новостное издательство и вперед бороздить просторы Deutsche. Что же, надеюсь, что все эти привычки войдут в вашу жизнь и несмотря на то, что сейчас лето и хочется отдохнуть, вы не станете делать большой перерыв. Регулярность. Вот самая главная привычка. А что посоветовали бы вы, чтобы использовать язык каждый день и прогрессировать? Оставляйте свои ответы в комментариях. До скорых встреч и всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok